При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру, академик.ру, викисловарь. Прежде всего, мы с вами вспомним сегодня, что такое приставка. А это, знаю, чья моя часть слова, морфема, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Так глагол «залезть» образовался от глагола «лезть» с помощью приставки «за». Часто бывает, что приставка помогает нам понять смысл слова, его лексическое значение. Слово «подделка» с приставкой «по» обозначает изделие, выполненное вручную, например, подделка из дерева или подделка из картона. А вот слово «подделка» с приставкой «под» обозначает подделанную фальшивую вещь, например, подделка произведения искусства. Далее мы с вами повторим, как нам определить часть речи. Вспоминаем, что для этого нам нужно знать, на какой вопрос отвечает часть речи и что она обозначает. «Ночевать» глагол отвечает на вопрос «что делать», обозначает действие предмета. «Ночевка» – это имя существительное, так как отвечает на вопрос «что», обозначает события и явления, общее значение, грамматическое значение предмета. «Ночной» – это имя прилагательное, отвечает на вопрос «какой», обозначает признак предмета, например, ночной переезд. А вот слово «ночью» может быть разными частями речи. Если это слово отвечает на вопрос «когда», обозначает время, признак действия, и в предложении является обстоятельством, то это наречие. Если это слово отвечает на вопрос «чем» – это вопрос творительного падежа, и в предложении является дополнением, то это существительное. Так, синтаксическая роль слова помогает нам определить, какой частью речи оно является. Следующая наша тема – это правописание гласных «о-йо» после шипящих корней слова под ударением. Правило простое. В корне пишем гласное «йо», если у нас есть проверочное слово с гласной «е». Так, в слове «шерстка» после шипящей под ударением пишется гласное «йо», потому что есть проверочное слово, слово «шерсть». Гласное «е» в этом случае ударное. А вот в слове «черточка» мы тоже пишем гласное «йо» после шипящей под ударением, потому что есть проверочное слово, слово «черта». Но в этом случае гласное «е» безударное. Гласное «о» после шипящих корней слова пишется в том случае, если она не проверяется. Как правило, это слова заимствованы иностранного происхождения. Например, «шорты», «чокнуться». К этому правилу есть дополнение. Слово «ожог» может быть написано по-разному. Если это существительное, то пишем гласную «о». Проверяется это по вопросу. «Сильный ожог» – «что?» или «ожог руки» – «что?». Если это глагол, то в корне пишем гласную «ё». Опять же, проверяем по вопросу. «Ожог руку» – «что сделал?». И последняя наша тема – это постановка тире между подлежащим и сказуемым. Между подлежащим и сказуемым ставится тире, если они выражены существительными в именительном падеже, как в предложении «Смех – прекраснейшее свойство людей». Подлежащие и сказуемые в этом случае выражены существительными в именительном падеже. Второе. Тире между подлежащим и сказуемым ставится тогда, если они выражены глаголами в форме инфинитива. Трудиться – что делать? Это значит идти к своей цели. В состав сказуемого входит частица «значит». И тире у нас ставится, если подлежащее выражено существительным в именительном падеже, а глагол находится в форме инфинитива. Что? Счастье – подлежащее. Что говорится про счастье? Это «видеть». Сказуемое выражено глаголом в форме инфинитива. В состав сказуемого входит частица «это». Именно поэтому перед частицей «это» нужно поставить будет тире.